МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В партии «Беспеки державы» сегодня улови прошли урожистости, промеркованные до дня пограничника. По сбегнуть рызыки, коммунальные службы проводят дезинфекцию жилевого фонда. А зараз об этом и иншим больше подробно. Пераможца у республиканского споборництва на лепшие выники в социально-экономичном развитии сельскохосподарчей Галины ушановились сегодня у Мазары. Миновит этот район по выниках работы в 2019 году стал лепшим в Беларуси. До мероприемства долучились наши корреспонденты. Харчовую продукцию под брендом «Зроблена у Беларуси» ведают во всем свете, и она корыстается попытом в 100 краинах. Навод подчас пандемии заключенные контракты не спыняли деяння. Як отзначил намесник министра сельской господарки харчовання Владимир Гракун, планы, які стоять перед аграриями на 2020 год, выконают. Проведена посевная кампания. Клин хлебного поля додався. Управнание с минулым годом у два разы повеличили площу посева у гречки. Бульбы посадили 104% до плану. Акцент зробиць на заховыванню раджаю. Украине побудовали сховища у большим на 800 тысяч тонн, што дозволить реализовывать бульбу на протягу усяго сезона попыту. Благодарим людей за труд села, за то, что они работают, выполняют свою работу, обеспечивают наше население продовольствием. Сегодня мы имеем достатки и хлебобулочных изделий, то есть муки, зерна, имеем мясомолочную продукцию, плюс ко всему имеем ресурс поставки на экспорт. Это мясомолочная продукция. По выниках працы за 2019 год передовиком у сельской господарцы сярод района у Беларуси стал Мазырский. За значную укладу разведцю Галины працевникам АПК района объявлена подзяка президента и урученный сертификат на трактор «Беларус». Узнагороду зрук помощника президента, инспектора Пагомельской в области Юрия Шулейки, приняла старшиня райвы Конкама Алена Паулечка. Подзяку президента и сертификат на трактор уручили и коллективу работников КСУП «Саугазкомбинат Зара». Работают все цеха, работает производство. И за дня в день увеличиваем надои. В марте месяце открыли новую ферму. Идет комплектация. Создали уже порядка 15 рабочих мест. Вовремя отсеялись. Имеем хорошие виды на урожаи зерновых. Конечно, чуть-чуть холодная погода сдерживает развитие кукурузы. Но я думаю, что в ближайшие дни уже передают тепло. Рассеяние в развитии наверстают то, что было упущено. Предприемство не только стабильно показывает высокие выники, а и забеспечивает район новыми працовными местами, гарантуя высокую заработную плату и добрый социальный пакет. Клопотятся про супрацовников и на Рогачевском молочно-консервовом комбинате. С 1 мая для обслуговывания сыровинной зоны тут открыли новое предприемство – Рогачевский МКК-сервис и створили 59 працовных мест. По вынниках минулого года открытое акционерное товариство стало переможцем у номинации «Лепшая организация работы по охове працы сирот селегазорганизаций». По словах керавника, эпидемичная ситуация у свете практически не отбилась на работе МКК. Отрымалась навод освоить новые рынки. Наоборот, еще более увеличились поставки, конкретно если по Рогачевскому молочно-консервному комбинату, то где-то процентов на 20-30 мы увеличили поставку на Российскую Федерацию конкретно консервантов. Это молоко сгущенное, которое с долгими сроками хранения. Диверсификация продолжается. Мы на этот период вышли на дубайский рынок, рабские эмираты и пошли уже на постоянный рынок. Не сорвались поставки ни в Соединенные Штаты, ни в Израиль. Ни один коллектив не сможет досягнуть поспеху без доброго керавника. На его плечах ляжет принять решение и великая отказность. Минавито таким керавником з'является Галина Трибунах, директор открытого акционерного товариства «Звязда» Чаширского района. Запленную працу и особистую укладу развитию Галины я ее узнагародзели гоноровой грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Для сельского хозяйства очень такие тяжелые условия природные и погодные, поэтому очень сложно нам сегодня работать. Но каждый человек, который работает в сельском хозяйстве, должен быть оптимистом и всегда надеяться только на лучшее, на хорошие успехи, на высокие урожаи. Только тогда мы достигнем того, что мы должны достигнуть. Ну, а работаем, конечно же, качество продукции должно быть, мы ее реализуем, мы выходим на уровень и других стран, поэтому мы будем жить, у нас будут деньги, мы будем работать с прибылью, и все будет у нас хорошо. Усяго подчас урочистого мероприемства было уручено 13 узнагарод. Ганна Корольчук, Сергей Негеревич, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазирского района. Меньшаванні плацконцерты открытием музея боевой славы. Сегодня на территории погранкомендатуры Лою прошли урочистости, промеркованные до Дня пограничника. У делу их приняли и наши корреспонденты. Гэты год для беларуских пограничников не юбилейный. Пограничная служба была створена у 1918-м, а Лена урочистость проводимых мероприемствов, гэты факт ніякого уплыву, здаецца, не оказывая. У погранкомендатуры Лоя усвяткование починается з урочистоха построения и узнагароджывания. Нагрудные знаки Державной пограничной группы, грамоты, падяки, присвоение шарговых войсковых званев и предоставление не шарговых отпусков. Ягор Бязбогин служит полгода и зараз отрымливает свою першую узнагароду – знак 100 выходов на охову державной границы. Я хотел попасть именно в пограничники, именно на эту службу. То есть я очень много про нее слышал, очень много интересовался, и именно сюда меня все это и вело. Когда мне военкомати сказали, что тебе предлагают попасть в пограничники, я без промедления сказал «да». Пограничник – профессия сыправды отказная. Сегодня у органах пограничной службы больше 13 тысяч человек, которые оховывают около 2000 километров границы – на латвийско-литовском, польском и украинском накерунках. Об эффективности работы гомельской пограничной группы можно мерковать по выниках ее службовой деятельности. За 2019 год и 5 месяцев 2020 года на участке гомельской пограничной группы задержано 870 нарушителей законодательства Республики Беларусь и государственной границы и правового положения иностранных граждан. Плечено 88 попыток перемещения товарно-материальных ценностей, из них 72 в пунктах пропуска на общую сумму порядка 700 тысяч белорусских рублей. Для нашего региона, наверное, основным правонарушением будет являться это рыболовство в пограничной полосе с нарушением установленных правил. Сярос запланованных урожистых мероприемств – открытие покоя боевой славы. По сути, это невеликий музей, стенды которого присвечены истории вызволения Лоева, Днепровской флотилии и герою Советского Союза, пограничнику Миколаю Сушанову. Его имя зараз носит Лоевская погранзастава. У минулым годзе на территории комендатуры открыли присвеченную герою мемориальную композицию. Тады начальник гомельской пограничной группы пообицаў родным Сушанова створыць покой боевой славы, центральная месца ў якой – зуме информация об герои. Гомельские пограничники увогалі прымаць активны ўдел ў жыці пограничных тарыторий. Урэште лозунг «Грани сурадзимы, аховывая увесь народ», не страцю актуальності і ў наши дні. У нас на территории Лоевского района 24 населенных пункта относяцца к пограничной зоне. Наши пограничники участвуют в работе смотровых комиссий в данных сельских населенных пунктах. Также принимают участие в проведении сходов граждан, на которых они проводят информационную работу по разъяснению граждан правил нахождения, проживания и ведения хозяйственной деятельности на территории пограничных и сельских населенных пунктов. Уже несколько лет на территории нашей погранкомендатуры создан и работает военно-патриотический лагерь «Патриот», куда приезжают дети не только Лоевские, а также ребята из Брагинского, Хойницкого и Речицких районов. У пограничной службі профессийная свята мае сваея особливості. Сабрать разом усіх военнослужащих немагчыма ў принципі. Безнадзійная ховы державная граница не застанецца ніколі. І гэта факт робіць свята яшы большзначным і урачыстым. Як бы не зміняўся свят, гэтай справай займаўцца толькі «Саправдные патриоти» і «Професіоналы». Олешин Сурова, Ольга Коновалова, Євген Макіенко, Телерадиокампанія «Гомель» Злоєва. Завтра жахары нашого регіона могут звернуцца по телефоне до представников мясовой улады. У Гомельскім Абл-Ваканкамі на пытання грамадзян откаже перш-намеснік старшыня Абл-Ваканкамі Игор Часнок. Телефон для сувязі – 33-12-37. У гэтай шас прыма званкі будзе намеснік старшыня Гомельска Абл-Ваканкамі Сергій Андреев. Нумар телефона – 51-45-58. Прамы і лініяк, звичайна, працуюць з 9 до 12 годин. Звісті до мінімуму рызаку зараження. У Гомелі працягуюць дезінфекцію жилога сектора. Каммунальнікі в ахонных кастюмах уваходзять у під'їзды і опрацовуюць спеціальним раствором усе, до чого докранаюцца жахары. Дамофоны, ручкі у ваходних дзівярэй, виключальнікі парэнчі і паштовы і скрыні, а так само падлогу і стіны перших паверхаў. Працедура праводзіцца на протягу працонага дня, коли у основным нікого нема дому. Все люди, які попадають в дому, вони проходять именно через пригласительный марш, через входні двери, через перший этаж, там, де лифт, і сам лифт ще допомнітно обрабатывається. Поэтому наиболее місце масового пребывання жильців. Поначалу були звонки, удивлённые, спрашивали, а що це у нас происходит, а не дай Бог, хтось заболел или нет. Ми успокаивали, роз'ясняли, що це наші роботники, проводимо дезінфекцію, і тепер уже люди благодарят і говорят «спасиба». На працовку одного під'їзда потребуються у середнім 10-15 хвілін. Затым коммунальники перемешаються на дзіцячій пляцовке. Обов'язковая дезінфекція, гульнявога і спортивного обсталявання. У мікрорайонах сформированы по 2-3 бригады, у кожной єсь мушына, балон з дезінфекційным сродком, який треба носить по 8 годин в день, важить прикладно 10 кілограмів. Дзя шаутоінспекція Гомельщини долучилася до республіканська акцій «Міліція урачам», накерованная на укладу агульну справу в боротьбі з коронавірусом. Сьогодні прославники обласного управління ДАІ передали у Гомельську городську бальницю номер 3 оховній костюмы. Медицинський персонал што дня підвергається небезпеці робить усе махчиме для заховання життів і здоров'я людей, означав намісник начальника управління ДАІ Сергій Бондаренко. Ми виказуємо дзяшність усім медицинським работникам, які у гэта нелегкий час стоять на передовій, на плечі яких легла така нелегкая праця. Проведення мероприємства на свежем поветру і занятки у режимі онлайн. Сьогодні у Гомеля обмерковали організацію оздоровленьшої кампаниї для шкільників. Зразуміло, сьогодні, за пандемією она буде мить широк особливістів. Усі оздоровленьші лагері будуть працювати згодно з рекомендаціями Міністерства Ховы Здоров'я. Їх відкритті махшима тільки після дозволу санітарно-эпідеміологічних службів. Шкільні лагері почнуть свою працю з 1 червня. Планується, що і вони проймуть каля 17,5 тисяч шкільників. Гэта приблизно на 40% меншим плановалося на початку года. Мероприємства пероважно будуть проводять на вулиці. У класах організують знаходження невеликої групи. Нелега забывать і об тих, хто летом застанецься дома. Для гэтых дятей подріхтовали мнозство разностайних конкурсів і викторину в форматі онлайн. Главні задачи лето 2020 – це три. Це безпасність дітей, це максимальна їх занятость дітей і, звісно, це випалнення всіх норм, які підписує Міністерство здравоохранення. Поколі у Росії не відкріються кінотеатр, у Білорусі не буде прем'єр. Така залежність ставить очіну індустрию, складанне становишше. Я думаю, що білорусські кінозалі працують, але фільми там вимушені демонструвати старі. Новинок нема. Як виживає Галіна і що пропонує зараз своїм аматорам кіно-відопрокат у сюжеті Марины Джалай. Дімі Кіянова у День наших відеоздимок сповнилася 10 годів. З початку епідемії хлопчику в школу не ходив і в основному сяджу вдома. Але з на годы першого юбілею прийшов з татам у кінотеатр «Мінійон». Яни разом выбрали дитячий фільм. Така послуга, до речі, вельмі сподобалася батьку з сином. І, захопівши попкорн, пішли на сіанс. На гэт раз яни були одни у залі. Під час пандемії така сітуація літерально у кожнім кінотеатри. Хочеться подарувати праздник, да, сходити в кіно, да, тем більше, що юбілей, да, Дімі? Вот, хоч не дому в чотирьох стенах сидіти. Ну, ви так соблюдаєте режим ізоляції, да? Да, 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 Дімі не ходив в школу, сидів дому четверть, все. Вот, но сьогодні решили выбратися. Зразуміло, що зараз як раці епідеміологи і медики ліпше громадське місце ігнорувати. А коли вельми хочеться вийзти у світ, прайшим максимально безпечно, можна арендовать залу кінотеатра «Міньйон». Достатково выкупить 10 місцев по 2,5 рублі, і гэта гарантує, що на сіанс більш нікого не пропустять. Перед угоходом у кінозал супраціоніки нагадаються працювати руки антисептыкам, які стоїть побач з кассою. Нам удається выходити з создавшоїся ситуації благодаря достаточно большой, насчитывающе більше ста наименування, фільмотеки фільмов на альтернативах, назовем так, цифровым, на DVD-носителях. І ми предлагаємо сьогодні вот ці фільми. Достаточно большой репертуар, детські картини, картини жанрові, триллери, приключеннічні фільми, історичні, і так далі, все, що є. І більше того, в зв'язі з новими, скажімо так, особими условиями, ми предлагаємо нашим зрителям різні форми роботи, немножко усовершенствуя їх, в частності, в кінозале «Миньон». Ми предлагаємо таку услугу «Кино по запросу», коли наші зрители можуть прийти і вибрати, собственно говоря, тот фільм, який їх інтересує. На стаді обмірковання махчимості набивати фьючерси, інакш кажучи, абонементи. По їх можна буде приходять на любий фільм у Гомельські кінотеатри. Марина Джала, Євгін Макенка, телерадиокомпанія «Гомель». Готи інші новини, інформацію о проєктах телерадиокомпанії «Гомель» ви можете знайсти на нашім сайті, в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гетам випуск завершено. Усяго доброго і до зустрічі у ефіру. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студії Александра Гамоля. Здравствуйте. 7,5 лет колонії за разбойное нападение. В Гомель осужден грабитель банков. В суде Гомельського района вынесен приговор гомельчанину, который обчистил кассу в большевике и совершил нападение на отделение в Бобовичах. Второй налет не был успешным, і через некоторое время мужчину задержали. Напомним, первый разбой осужденный совершил 10 января этого года. Вторая попытка заполучить деньги была в марте. В отделении банка поселка Большеви грабитель, угрожая кассиру предметом, напоминавшим пистолет, завладел в эквиваленте суммой размером около 11 тысяч рублей. В Бобовичах работница отделения нажала тревожную кнопку, и злоумышленник ретировался. На основании закона об амнистии обвиняемый был частично освобожден от наказания сроком на один год. В итоге подсудимому дали 6,5 лет лишения свободы и штраф в размере 100 базовых величин. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в установленном порядке. В Рогачевском районе заблудившийся сельчанин сам позвонил в милицию и сообщил, что не может выйти из леса. Мужчина рассказал, что сторожил делянку неподалеку от деревни Ракета, отправился на обход и не смог найти обратную дорогу. Его стали искать на милицейском автомобиле, подавая звуковые сигналы. В итоге заблудившийся мужчина на них среагировал и вышел на свет фармашины. Медицинской помощи он не нуждался. А на территории Житковического и Реческого районов за минувшие сутки произошло два лесных пожара. Семь раз спасатели выезжали на оказание технической помощи и тушили возгорание сарая в деревне Залядье Гомельского района. Крыша и имущество постройки уничтожены огнем. Люди, а также соседние здания, не пострадали. Предположительная причина пожара – поджог. В Беларуси продолжается специальное комплексное мероприятие ГАИ «Внимание, дети». В рамках ежегодного проекта сотрудники встречаются с учащимися, рассказывают им о необходимости и важности соблюдения правил дорожного движения, вручают памятки и листовки. Что же касается водителей, то до 5 июня к ним предъявляется специальное требование – обязательное использование ближнего светофар во время передвижения на автомобиле. Наряды ГАИ осуществляют усиленное дежурство на протяжении всего светлого времени суток. Нарушители ожидают штрафы. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с «Дефакто» и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» и «Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Вагоностроители впереди. Состоялись первые матчи полуфинала чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельское дерби БЧ ВРЗ не разочаровало. Голевых моментов обе команды создали достаточно. Вопрос был только в том, кто сможет более эффективно использовать свои возможности. И здесь команда Анатолия Яновского была более продуктивной. На экваторе первого тайма Владислав Селюк вывел номинальных гостей вперед. Через 7 минут преимущество вагоностроителей составляло уже 2 гола. Дмитрий Лось после розыгрыша «Аута» пробил не очень сильно, но точно 2-0. На старте второго тайма железнодорожники отыгрались. Интригу возродил Денис Коуп, за которым перед своими воротами не уследили игроки ВРЗ. В дальнейшем усилия игроков БЧ спасти поединок упирались в слаженную защиту ВРЗ. Вагоностроители впервые в этом сезоне обыграли БЧ и повели в серии до двух побед 1-0. Хороший матч с обилием хороших, качественных моментов и у соперника, и у нас. Я думаю, что так, чтобы сказать, что мы заслужили прям поражение, наверное, не сказать. Но все кроется в мелочах. Если один человек выпал или сотворил какую-то глупость, плей-офф этого не прощать. Некоторые, на мой взгляд, футболисты сегодня в первом тайме забыли, что такое плей-офф. Поэтому мы были мгновенно наказаны. Моменты были, как у нас, так и у соперника. Но нас реализация не подвела просто в этой игре. Забили, повезло, да. Дальше играли по счету. Но, опять же, у нас тоже были еще моменты. Могли больше забить, но могли и пропустить. Забили, победили. Второй поединок состоится 31 мая на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 14.00. Исход первого противостояния Витена и столицы решил один гол, забитый энергетиком Дмитрием Клочко на 24-й минуте. В воскресенье соперники сыграют в Минске. Напомню, что поединки плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу проходят без зрителей. На предстоящих выходных пройдут матчи седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Завтра «Речицкий спутник» на поле стадиона «Сдешор» номер 8 в Гомеле встречается со столичными кромкачами. Начало поединка в 14.00. Час спустя в Пинске сойдутся «Волна» и «Гомельский локомотив». В 16.00 в Лиде начнется матч между местной одноименной командой и «Светлогорским химиком». Гомель в воскресенье на выезде играет с Оршей. Гонбольный клуб «Гомель» перед уходом в отпуск выдал порцию трансферных новостей. Мужскую команду покинул Дмитрий Смоликов. В составе «Гомеля» игрок провел 9 сезонов. Пять раз становился бронзовым призером чемпионата страны. Карьеру он продолжит в чешском Брно. Также сотрудничество с клубом прекратили Андрей Климовец и Павел Ярошук. Виталий Зинченко продолжит карьеру в Гомеле. Четырехкратная чемпионка Беларуси Анна Оретько завершила игровую карьеру. За 8 сезонов в женской команде «Гомеля» гонболистка также четыре раза становилась обладателем Кубка страны. Выигрывала дважды Балтийскую лигу. Клубную прописку меняют Ирина Стельмах и Валентина Войтулевич. Новое соглашение с «Гомелем» подписали Наталья Котина и Кристина Охраменко. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова